Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут 7 надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работают Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня писатель Александр Цыпкин. Здравствуйте. Здравствуйте. Телефон прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, также звоните за рубежа код Латвии плюс 371 и номер ватсап 2306191. Вот мы когда договаривались об интервью с вами, вы говорили один момент, и я также хочу подчеркнуть его, наверное, для наших радиослушателей, которые, возможно, будут звонить в прямой эфир, о том, что вы не хотели бы затрагивать тему политики. Но ведь также, да, хочу вас спросить, ведь в ваших рассказах, если брать, например, «Честное Ленинское» или «Ким Чун Ира», так или иначе, темы политики, они хоть косвенно, но затрагиваются. То есть вы... Более того, и в постах моих активно затрагивается тема. Но сегодня Господь утром разговаривал со мной и сказал Цыпкин, не лезь в политику, и все из Прибалтики позвонят. Плохо кончится. То есть боитесь лишний раз что-то сказать? Конечно, а как вас не бояться-то? Ну, вы смеиваете вождей в своих рассказах? Вождей, может быть, тоталитарных диктаторов? Нет, мне кажется, нет. Как раз это не про это было, нет. Честно говоря, это трагический рассказ. Он просто про мое поколение. Я могу вот в идеальном чье, у меня высмеивали на чиновники, но тоже с такой добродушной улыбкой. Скорее, это ближе, наверное, к такому. К Салтыкову Щедайнову, он, конечно, их высмеивал, но, тем не менее, это без жестокости. Ну вот, а в целом, нет. Ну, я стараюсь, какой смысл? Мне кажется, это достаточно слабая позиция высмеивать вождей. Если говорить о Ленине и о вашем поколении, о моем поколении, мне 40 лет, я, в общем-то, тоже был октябренком и был пионером, и вот это ощущение, я помню, очень хорошо помню, когда возвращался домой, мы до этого читали, разбирали Ленина, не помню, это рассказ был или что, и учительница говорила, вот Ленин хорошо учился, и по-греческому у него была пятерка. Еще почему-то я шел домой и думал о том, что здорово, я получил пятерку, я как Ленин. Потом все очень резко начало меняться, и, в общем-то, наше взросление пришлось на перемены. Вот для вас вот этот период, он что значит? Вот быть пионером, потом все поменялось, это оставило какой-то след? Ну, для любого человека оставило след, но мы же о творчестве договорились беседовать, мне кажется, это не о творчестве. Ну, это о людях, потому что, мне кажется, дворчество – это неотделимая часть нашей личности. Вы не согласны с этим? Потому что, ну, таким образом, если мы не будем затрагивать темы, то, мне кажется, и о творчестве будет сложно разговаривать. Ну, странно было бы сказать, что не затрагивает глобальные перемены в мире человека. Затрагивает, конечно. О чем говоришь? Всех затронули, и меня в том числе. Это, как, знаете, на медне у Леонида Парфенова предисловие – то, без чего нас нельзя представить, еще сложнее понять. И он как раз описывает события, которые происходили в мире, ну, с каждым из нас, в том числе, которые коснулись, вернее, каждого из нас. Но насколько для писателя, в данном случае, для мастера короткого рассказа, важна ирония и самоирония? Как вы думаете? Ну, для писателя, я смотрю, для кого? Для кого-то важна, для кого-то нет. Мне кажется, без самоиронии было бы сложно, потому что… Я, во-первых, не совсем писатель, давайте не путать понятия. Я пишу тексты для чтения со сцены. И читаю эти тексты со сцены либо сам, либо с замечательными актерами. А то, что книжки продаются большими тиражами, это, скажем, по недоразумению. Я бы так сказал. Но вот то, что все-таки писатели миры создают и пишут именно для того, чтобы их читали в книге, я не пишу для этого. Мне это даже не очень интересно. Мне интересно выступать в театре, мне интересно читать со сцены рассказы. С этой точки зрения, наверное, не стоит так рассматривать. Поэтому без самоиронии человеку, который в 39 лет отпочковался от крупного пиарщика и начал заниматься писаниной, невозможно. Потому что, ну, иначе слишком больше серьезно к себе относиться. Я вообще считаю, что творческий человек обязан к себе относиться с самоиронией. Ковид показал, что если всех нас закрыть, писателей, журналистов, ну, журналистов, которые пишут, там, новостные вещи нет, имеется в виду глянцевых журналистов, затем кинематографистов и так далее. Вот все вообще, все творчество убрать на 2-3 года, ничего не поменяется. Мы написали уже на 100 лет вперед. И выясняется, что мы должны к себе относиться, мы к своей работе должны относиться серьезно, но к себе с большой долей самоиронии. Потому что совершенно непонятно, делом ли мы заняты. У меня просто вся семья врачей, вот они заняты, точно делом. Когда я звоню папе, я говорю, чем занимаешься? Говорит, карму тебе чищу, потому что известно, что у врача, у него у детей карма чище, чем у обычного человека. Ну вот, конечно, самое родное, но как еще в сегодняшнем мире? Ну, папа хотел, чтобы вы были врачом, и мама тоже у вас врач. Нет, вообще никто не хотел. Мне вообще, мне повезло. Родители вообще не хотели, чтобы они хотели, чтобы я кем-то стал. У меня была полная свобода. «Делай, что хочешь». Я говорю, ты все равно самый лучший. И так считали все, папа, мама, дедушки, бабушки. «Делай, что хочешь». Восприятие ваших рассказов, потому что вы ведь также читаете их и за рубежом, скажем, там, в Америке, в Англии. Вот та ирония, она воспринимается так же или есть какие-то отличия? Абсолютно. Более того, сейчас в Америке выходит проект. Американские актеры читают рассказы на английском языке и достаточно именитые, ну, театральные телеактеры с большим количеством премий и всем. И когда они получили мои тексты впервые, им понравилось. Они сказали, да, это здорово, это работает. Либо это не здорово и не работает, но не потому что какая-то специфика, а потому что, может, плохо написано. Но ирония, везде одинаковые чувства, везде одинаковая любовь, дружба одинаковая, предательство одинаковое. Люди вообще не сильно отличаются друг от друга. Мы можем не считывать какие-то детали менталитета. Когда мы смотрим «Криминальное чтиво», я могу сказать, что мы не понимаем процентов 40. Ну, нам же нравится «Криминальное чтиво». А на самом деле мы процентов 40 не понимаем контекста. Мы не понимаем шуток, почему они такие. Мы не считываем их. Ну, вот, мне переводчики объяснили, которые делали переводки. Но нам нравится это кино. То же самое и с моими рассказами. Что-то в них есть основополагающее, что людям понравится. Либо не понравится, но это вопрос ко мне как к писателю, а не к контексту жизни вокруг. Вот интересно, вы сказали о том, что вам интересно, когда ваши рассказы читают. Аналогия, которая у меня возникла. Это ведь, если мы берем музыкальное произведение, написанное композитором, и интерпретацию, которую, скажем, там, пианист. Мы берем Рихтера, он играет Рахманинова по-своему, Горовиц по-своему. А сам Рахманинов играл по-своему. Вот для вас вот этот момент интерпретации артиста, который читает, насколько он важен? Ну, безусловно. Потому что чтение может тотально изменить мой рассказ. Именно потому что он написан не как литература, а как рассказ для чтения со сцены. Соответственно, я не трачу слова на описание, какая интонация у этой фразы, с каким лицом читается эта фраза. Это все происходит в театре. То есть у меня такая инструкция. У меня книжка-раскраска. И актер должен раскрасить. Соответственно, зависит от того, как это делается. Можно просто убить рассказ, а можно его улучшить несколько раз, как, допустим, не знаю, тот же самый Святой Валерий в исполнении Константина Ильича Хабенского. Становится просто шедевром комедийным. Он в тексте не такой. Но вы как раз про Хабенского, да, если не ошибаюсь, говорили о том, что он даже телефонную книгу может прочитать так, что все заслушают. Совершенно. Ну, не только он. Почему? Мне повезло работать в России с лучшими актерами-актрисами. Большой список актеров, которые могут прочитать телефонную книжку и заслушаться. Вон Ксения Рэппопорт, пожалуйста. Последний фильм сейчас у меня вышел. Это неважно. Восемь минут. И понятно, что если бы не Ксения, он не имел бы такой успех. Ну, вы как-то сказали, и даже сейчас в интервью вначале вы упомянули, но, может быть, не в этой формулировке, как-то вы говорили, что считаете такой литературной катастрофой популярность ваших рассказов сегодня. Это какие-то? Ну, с самородичной точки зрения, безусловно, хорошо бы, чтобы у нас такими же тиражами продавались и другие авторы, лауреаты книжных премий. Мне кажется, было бы неплохо. Но вот поэтому иронически я сказал, что, конечно, если я так продаюсь, что все катится в тартарары, все пропало. Но это тенденция, возможно, тенденция к сокращению, учитывая, что скорее, возможно, сегодня прочитают ваш рассказ, нежели чем Анну Каренину от корки до корки. Она вас пугает? Вот я поэтому Анну Каренину переписал, и у меня Анна Каренина кидает под поезд Воронского. И в исполнении Юлии Пересильд, вот, кстати, там тоже Ксения Хаминский есть. Меня не пугает. Нет, кто-то захочет читать Анну Каренину, прочтет ее. Мне кажется, не стоит недооценивать людей. Сегодня школьники читают. Читают, я не думаю, что меньше, чем читали мы. Ну, по крайней мере, я разговариваю с ребятами того поколения. Нормально ли все начитаны? В целом, сокращение, да, безусловно. Да, безусловно, интереснее уже смотреть сериалы 15 минут, 20 минут. Удержать внимание на полтора часа сложно. Ну, я не считаю, что это проблема. Просто место под Солнцем интеллектуальным есть всем. И короткой прозе, и коротким фильмом, и полноценным, полотном, огромным. Конечно, нет, не нужно переживать. Не надо спасать планету, пока еще все хорошо. Ну, климатологи, возможно, с вами не согласятся, потому что глобальное потепление, и многие приводят по этому поводу, да. Это вообще не к нам, поверите. Мы настолько мелкие насекомые на территории Земли, что мы можем не переживать. У нас проблемы есть, а у планеты нет проблемы. Это уже давно комик американский прекрасно это представил. Ну, вы ведь, кстати, нередко поднимаете проблемы, в том числе, кстати, как бы это иронично не было, в социальных сетях вы говорите о том, что люди теряют коммуникативные навыки какие-то для общения, это трудно, и поэтому соцсети можно рассматривать в глобальном мире как некое зло. Ну, как я это интерпретировала, может быть, вы сейчас... Нет, 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 нет. Я, вы знаете, не соглашусь с этим наоборот. Смотря как пример. Утюг – это хорошо или плохо? Если на живот поставить, то это плохо. Если гладить брюки, то хорошо. Электричество. Если пальцы в розетку сунуть, ну, не очень хорошо. Если поставить электричество в деревне, то деревня будет жить совершенно другой жизнью. В соцсети, конечно, это хорошо. Они дают безграничные возможности любому человеку, независимо от его внешности, независимо от его места проживания, независимо от его физического состояния и возраста, вести полноценную жизнь. Тот, кто сегодня в соцсетях ориентируется, он обречен на прекрасную старость, ну, насколько может быть, старость прекрасная, с точки зрения общения и коммуникации. Ты можешь быть полупарализованным человеком и вести активную жизнь. Это было невозможно раньше. Ты можешь найти своих. Ты можешь поискать, посетить тех, кто тебе ближе всего. И люди перестанут жить с чужими. Потому что половина людей сегодня живет не с теми, с кем они должны жить. Они живут просто по какому-то совпадению. Они вместе работали, вместе учились. А это не их люди. Из-за этого в семье столько противоречий, зла и насилия. Так вот, можно найти себе человека через социальную сеть, своего человека. Можно выложить творчество. И нет больше людей, которые тебя остановят. То есть сегодня, если у тебя есть талант, ты точно добьешься успеха. Потому что в 20 веке тебя могли остановить редакторы, издатели, владельцы журналов, кто угодно. Сегодня, если у тебя есть талант, все. У тебя весь мир открыт. По-моему, соцсети, с точки зрения, сдали очень много. Но их можно просто использовать неправильно. Можно торчать там бесконечное количество времени. Иногда я торчу больше, чем нужно. Вот потом в соцсети свобода, наконец. Потому что сегодня никакое правительство не может скрыть ничего. Ты не можешь скрыть то, что через 5 минут люди выложат в сети все, что есть. Произошла, не знаю, там утечка какая-то. Раз, написали. Все. То есть соцсети дали свободу людям. Так что спасибо Марку Цукербергу. Но за это мы сдали свои прайвеси. У всего есть цена. Ну, а соцсети не убивают такой сакральный элемент для дворческих людей. Потому что достучаться до любой звезды, я сейчас, конечно, упрощаю, становится гораздо проще. И, может быть, с этим связано, что Пелевин, например, живет в изоляции. И никто, ну, большинство людей, по крайней мере, не знает, где он и что он. Он выпускает книгу. И, в общем-то, это такой эффект селинджера в какой-то степени, который тоже становился добровольным отшельником. Вот сегодня можно ведь и хейтеры активно действуют. И можно писать в соцсети любому человеку, которого раньше видел со сцены. И кажется, что это на одном уровне, и это убивает вот эту сакральность, с чего я начал. Есть такая проблема? Не знаю. Мне кажется, я не вижу этой проблемы. Есть проблема хейта. Но она решается блокировкой. Я блокирую в день по 300 человек. И вообще себя прекрасно чувствую. Но вот я не считаю, что должна быть сакральность у писателя или у любого другого актера сакральность кардиохирурга, мне кажется, должна быть несколько больше. Потому что его польза очевидна. А польза писателя вообще не очевидна. Соответственно, а с чего там быть сакральности? Наоборот, мне кажется, приземлять нужно немножко. Я думаю, что просто Пелевину, который я считаю великим русским писателем, ему просто это не нужно. А есть люди, которым это нужно. Им это так комфортнее. Им это так больше вдохновения. Есть люди, которым нравится жить в затворничестве. Но тем не менее, Пелевина все равно с людьми-то общается. Просто с людьми он общается. Он просто не общается в сетях и, наверное, правильно делает. Но проблемы это и нет. Но таинственность вообще, она насколько важный элемент, уже если говорим об имидже, о построении имиджа. Ну, я уже упоминал Селинджера, который... Уже не работает. Уже в нынешнее время таинственность особенно не работает. Потому что людям нужен этот персонал тач, людям нужно узнать жизнь человека, людям нужно наблюдать, какой он, и тогда они придут посмотреть на него в театре. Нет, мы изменили модель поведения и восприятия. Поэтому таинственность это как неуловимый Джон, потому что он не нужен никому. В редчайших случаях это работает. Вот мы можем, опять же, взять... Пелевин, он гений. Он не попадает ни под какие другие нормы. Но если другой человек уйдет в такую некую таинственность, и будет появляться иногда, то про него просто тупо забудут. Но если у вас... Да, пожалуйста. Если говорить о критерии успеха, потому что, ну, мы говорили как раз с Андреем Звягинцевым на эту тему, когда его вдвигали на Оскар, и, в общем, он не скрывал, что есть всегда соблазн, когда ты находишь некую форму, и она становится успешной, например, на фестивалях, то появляется такой где-то соблазн, а не попробовать ли ее повторить, потому что это работает. И это может мешать, вот этот успех может мешать дворчеству, потому что ты сам загоняешь себя в рамки. Есть такая проблема? Если вот вы чувствуете, что добились успеха, и потом, чтобы его повторить, в общем-то, какие-то алгоритмы вырабатываете? Смотрите, я несколько про другое. Андрей Звягинцев и правда про большое искусство. Я профан. Я просто классно провожу время. Я не про искусство. Мне просто нравится это. Как только мне перестанет нравится это делать, я перестану это делать. У меня нет никакой сверхзадачи, у меня нет задачи изменения мира. Я считаю, что в разы больше делаю в благотворительных фондах, честно говоря. Но вот, несмотря на то, что там получаю, не знаю, благодарность от реанимации до тюрем за книжки, но это все фан. Я не буду делать никаких сверхусилий, я не буду напрягаться очень сильно. Если не буду получать зрительскую отдачу и финансовую отдачу, я тоже не буду этим заниматься. Поэтому у меня критерий успеха очень простой, аплодисменты и продажи. И мне даже нравится самому. То есть я не готов за деньги делать то, что мне не нравится, даже если это будет большим искусством. А то, что пробовать нужно, новые формы, безусловно, просто маркетинг заставляет пробовать нужные формы, потому что люди привыкают, им становится скучно. Хотя вот есть Жванецкий, но тоже, у него нет никакой новой формы за последние 60 лет, но он гений. И что бы он ни делал на сцене, это абсолютно гениально. Соответственно, нужна ему новая форма? Нет. Успешен он? Да. Делает это его менее творчески, востребованным и самореализованным? Нет, не делает. Это зависит от того, что человек любит. Я просто меняю свою жизнь раз в 4-5 лет, потому что мне так нравится. Мне захотел стать писателем, попробовать. Я стал. Стал успешен. Захотелось попробовать сценаристом. Стал успешен. Попробую что-то другое. Может, не добьюсь успеха. Потом еще что-то попробую. Это просто мой стиль жизни такой. Вы сказали о том, что есть у вас обратная связь, фидбэк, и с тюрем, как вы сказали. И вот в рассказе, в частности, о вашем рассказе «Список Фези» поднимается, как мне кажется, такая социальная, и это как призыв к своего рода, к тому, что это необходимо делать. Это такая социальная функция в вашем рассказе. Это же был проект благотворительный. Это был даже не рассказ. Это была задача, которую мы вместе решали с одной фармацевтической компанией и фонд, в котором я работаю в профилактике рака. Я считаю, что если публичный человек может принести вот такую пользу, он должен это делать. Безусловно. Или когда мы с Ингиборгой едем в хоспис читать рассказы. Мне кажется, что в этот момент я приношу пользу. Людям становится на какое-то время по-другому. Я не знаю, легче становится, сложнее, но им становится по-другому. Если зовут, наверное, это кому-то нужно. Но в целом, я считаю, что если задачу рассматривать, то мне нужно, чтобы люди смеялись. Жизнь и так такая, сложная у всех, а сейчас она все хуже и хуже становится. Давайте трезво смотреть на вещи. Не только... В любой стране становится хуже. от Америки до Африки. В целом. Поэтому, если два часа человек придет на мои мероприятия и будет два часа, ему хорошо, весело, или грустно, но это будет как-то светло, или он посмотрит, или почитает мою книжку и отвлечется от мыслей, то я свою функцию выполнил. Если говорить о юморе в литературе, потому что ведь страшные вещи можно рассказывать весело, ну, пример Тэффи, которая описывала в своих воспоминаниях очень страшные вещи, в общем-то, я даже как-то сравнивал, в одном из эфиров мы говорили на эту тему, что сравнивали окаянные дни Бунина и воспоминания Тэффи. Бунин писал зло и, в общем-то, с такой желчью, а Тэффи писала весело, но кажется, что Тэффи написала страшнее. Через юмор легче показывать какие-то трагические вещи? Вы считаете? Когда как. Мне кажется, важно не перешутить. Я, наверное, не буду сравнить Тэффи и Бунина и то, и другое. Безусловно, хорошо, что написано, слава богу, но это не делает менее трагические события. Важно, наверное, не уйти в смех над драмой или смех над трагедией. Смех вообще всегда это защита. Юмористы всегда люди, у которых есть проблемы внутри, которые хотят от мира защититься так или иначе. Ну вот, и это заменяет агрессию очень часто, недостающую, отсутствующую у них. Поэтому, мне кажется, тут надо, ну, честно говоря, смотреть внимательно, над чем можно смеяться, а где это не очень смешно. Но, тем не менее, даже в трагических произведениях, мне кажется, юмор должен присутствовать, иначе невозможно все читать. То есть вы не согласны с позицией Шарли Эбдо, журнала, который говорит, как раз стоит на таких постулатах, что смеяться можно над всем? Я не считаю, что Шарли Эбдо прав. В ряде случаев смеяться нельзя над этим. И я, естественно, не поддерживаю то, что произошло в ответ на их действия. Но, в некоторой степени, не надо дергать тигра за усы. И в целом, мне кажется, смеяться над тем, над чем они смеются не обязательно совершенно. Я не вижу, чем мир становится лучше после таких усмешек. Я бы так сказал. В некоторых ваших рассказах, ироничных рассказах, поначалу, как кажется, присутствует такой эффект шока, когда кажется, что вроде как у персонажа все хорошо, он успешен, и резко говорить в своем рассказе о том, что он умирает. И в этот момент зал просто забирает в этом состоянии. Ну, это, кстати, нет, это в одном рассказе, мне кажется. Это в списке Феди. И все. Больше таких рассказов нет. А есть рассказ в кавычке про письма из Раэля. Но он изначально все-таки понятно, что когда ты берешь эту тему, то что-то в конце произойдет. Но в целом я стараюсь такие приемы не использовать. У меня вообще умирает нечастный герой. Из ста рассказов у меня умерло человек пять. У меня сейчас большой проект есть с Константином Хабенским. Это 13 монологов людей, которые все умерли на том свете. Их первые воспоминания о прошедшем дне, чтобы они поменяли в нем. Это 13 разных абсолютных историй от молодежи до пожилой тетушки. там есть понятные какие-то два или три смешных монологов. Потому что даже смерть бывает смешной. Но в целом, конечно, это драма. Но в остальном я стараюсь, чтобы герои жили, веселились, нарушали морально-нравственный режим. Это тоже очень правильно. А 13 не случайное число? Вот 13 рассказов чертова дюжина, как известно. Нет, я в 13 школе учился. Да нет, слушайте, было просто писалось, 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 писалось. писалось 12. А потом Константин Юрьевич Хаммель сказал, слушай, еще один нужен какой-то. Еще один нужен. Давай еще один. Потом мы подтянем, что, конечно, это не случайное число. Мы долго думали, чтобы это было именно 13. Вообще, как в 90% случаев, когда вы читаете, что что-то не случайное у любого творческого человека, это придуманный постфактум пиздеж. А так получилось, но потом это развернулось в эту сторону. Я вам такие найду у себя параллели, которые иногда находят такие закономерности. А на самом деле это вообще не так. Ну что ж, нам придется запикать это слово для повтора на радио, но все же из песни слов не выкидывается. Нарушение, свобода. Свобода слова. в России запикивают, потому что это нарушается. Кстати, вот мат для усиления эффекта, он необходим писателю? А я вообще не умею без него. Без него проваливается речь, паузы появляются. Я вот сейчас, видите, с вами очень медленно для себя говорю, потому что у меня отсутствуют связки между словами необходимыми. Я подбираю синонимы для тех глаголов или существительных прилагательных, где я мог бы использовать нормальное русское слово, которое очевидно для всех будет. А поэтому тяжело мне, конечно, но в целом бывает, исправляясь. Но это очень удобно с точки зрения маркетинга. Не представляю. Потому что я сначала выпускаю книжку без мата, она продается уверенно и хорошо. А потом ту же самую книжку с матом. И потом она тоже очень хорошо продается, потому что аудитория разделена пополам. Те, кто любит мат и покупает меня, потому что они нравятся, что рассказы написаны, как они написаны. И те, кто не любит, я уважаю тех и других. И два раза продаю один и тот же рассказ. Мне кажется, это очень хорошо. Но в целом, кому как. Я не понимаю людей, которые не ругаются матом, хотя уважают право на это. Интересно, что сейчас ведь многие сериалы, в том числе и российские сериалы, они выходят в двух версиях на интернет-платформах, не цензурированные с матом, а уже для телеканалов тоже, соответственно, очищены в этом смысле. Ну вот, да, у меня такое будет. У нас звонок есть. Здравствуйте. Как вас зовут? Слушаем вас. Меня зовут Владимир. Да, вы. Тоже обожаю ругаться матом. А у меня такой вопрос. Ладно, я простой и смертный, но вы там как бы мастер слова. Почему бы вам не заменять такие слова, как «ты ждешь», например? Ну, вроде бы, как бы и суть-то, вы матом-то как ругаетесь, так и ругаетесь, и вот ребенок у меня едет в машине, и ему вроде как комфортно. Да, какой вопрос? Ну, смотрите, во-первых, безусловно, да, нехорошо, что я ребенка услышал, хотя детей сейчас наслушаешься. Ну, смотрите, я считаю, что это органика языка, что это наше лицемерие, что мы говорим, эти слова используют практически все, а потом выясняется, что их нельзя использовать, дети видят это вранье, а в семье, потому что папа с мамой с мамой говорят, он сходит, все замолкают. Ну, вот, соответственно, есть какой-то возраст, наверное, там, 5-6-7 лет, когда не очень правильно, а потом это странно. Вот, это божий дар, этот наш матерный язык, потому что он дает возможность сбросить лишнюю агрессию, лишние эмоции, а потом есть ситуации, при которых по-другому не сказать. Я очень сказал, правильный пелевиан, окончает мою правду, русскому человеку всегда сообщают матом. Вот, соответственно, это моя позиция. Вот, я имею на ее право. Вот, соответственно, можно, опять же, не приходить на те концерты, где указано, что эти слова будут. Потом нет простых смертных, и вы, я такой же простой смертный, очень возможно, что вы гораздо более непростой смертный. Это мы после смерти посмотрим, кто простой смертный, а кто непростой. Но вот, если вы воспитаете своего ребенка замечательно, то от этого будет толку больше, чем от книжек. Соответственно, я просто по-другому, опять же, я считаю, что это ложь, которая присутствует по всей стране, когда мы так все разговаривают, а потом все, в основном говоря, поют под Шнурова, а потом выясняется, что так люди не разговаривают. Поэтому я считаю это неправильным. Но хорошо, что пока у нас есть какие-то правила на телевидении, я им следую. Ну, что касается темы смерти, вы сейчас затронули ее, и наш радиослушатель упомянул, вы сказали о том, что в ваших рассказах умирают не так много персонажей, и тем не менее, ваши читатели, они замечают такую тенденцию, что вы, скажем, условно от темы секса, на которую вы раньше делали большой акцент в своей творчестве, сейчас уходите к теме смерти. Чем это вызвано, обусловлено у вас? Старением. Старением. Если задумываетесь. Да, от секса, приближаясь к могильной плите, и вот, так сказать, решил, почему бы не начать писать про это? Да нет, слушайте, разные этапы бывают в жизни, и потом, ну, может, все написал про секс, да, теперь сейчас все напишу про смерть. Тема исчерпана. Да, тем исчерпана. Да нет, конечно, по-разному бывает. Вот сейчас идеальный Че, там жесточайше прошелся и по теме секса, и по теме политиков, и по теме политиков по обе стороны границы, и по толерантности, по диктатуре толерантности, и по нахождению национальной идеи. У меня сейчас совершенно вообще другой стиль, у меня сейчас политическая сатира. Но вот потом будет какая-то другая. Выйдет сериал «Беспринципный» через две недели с фантастическим кастом, ну, в смысле, с составом актеров. Там только секс, секса нет практически. Поэтому все многополярно. Ну, а секс на постсоветском пространстве по-прежнему тема, которая, конечно, уже не табуированная, но тем не менее вызывающая, вот, скажем так, как бы это политкорректно сформулировать, неоднозначное отношение к тому, что... Мы пока еще не в Америке, у нас пока еще трахаться можно. С одной стороны, у нас дикая непросвещенность, как правильно сказал Пелевин, у нас патриархально-педофильская страна третьего мира. В смысле, у нас все решают мужчины, и мужчинам нравятся молодые женщины исключительно. А если женщине, как только после 30-ти, то она потихонечку начинает ощущать себя списанной в утиль, что, конечно, безумие. У нас необразованные люди с точки зрения сексуального воспитания в большинстве случаев, к сожалению, поэтому людям сложно договориться между собой, кто чего хочет, как кому лучше. Но, с другой стороны, у нас достаточно раскованное общество, у нас нет все-таки перегиба с борьбой с харассментом. Харассмент – это нехорошо, но в случае радикальной борьбы с харассментом это, конечно, обнуляет любые возможности отношений между людьми. Поэтому странная такая комбинация необразованности, патриархальности, и при этом свободы сексуальной. Ну, потому что она есть. Вот. Но я вообще считаю, что Россия уникальная страна. Я особенно в ковид это понял, как ни странно. При том, что я езжу по всему миру, но я считаю тот случай, когда я не хотел бы уж точно уезжать никуда из России. Я думал, не дай бог, попасть в любую другую европейскую столицу во время ковида, потому что я понимал, что там меня не вытащат, а в Москве меня вытащат. Я в России не думаю о цензуре, а в Европе и в Америке думаю о цензуре, причем очень активно. Такой общий ценностно-человеческий, не политический. Хотя в России, я пишу, и за власть, и против власти ни разу никогда ничего не прилетало вообще. У нас несколько надуманная она, мне кажется, вот такая на местах иногда перегиба, а так у меня в любых залах выступало. Говорю, что я имел и... В целом, я считаю, с нас либерального толка, но по-разному выступал. Поэтому... Я, честно говоря, вопрос, который мы начали, я не очень вспомнил. Но мы с сексом начали. Но пришло вот к такому замечательному выводу. Но если говорить о свободе, вот мультипликатор Юрий Нортштейн, с ним как раз разговаривал мой коллега Вадим в эфире, и он сказал о том, что так сформулировал определение свободы, для него свобода – это знание. На ваш взгляд, вот и по вашему мнению, свобода, она действительно дает больше сил, может быть, или создает дополнительную зону уязвимости человека, который ей обладает? Смотрите, максимальная свобода у человека в джунглях, когда он один. Там же максимальная его небезопасность. Ее может сажать любой вообще окружающий, тигра или змея укусить. Максимальная несвобода в одиночной камере. Там же, где и максимальная безопасность. Я там охрана стоит, где никто не войдет вообще. Ну, если только ты не в тоталитарном режиме, условно говоря. Свобода – это всегда риск. Свобода – всегда ответственность. Чем больше свобода, тем больше у тебя возможностей для самореализации, тем больше твоя ответственность. Вот в этой точке зрения, к сожалению, не беспокоит желание людей вернуться в Советский Союз, потому что это, конечно, желание попасть в ситуацию несвободы. Ну вот. Поэтому людям в свободе небезопасно. Ну а дальше твой выбор уже. Ну, значит, несвобода легче? Ну, условно легче, опять же. Нет, не легче. Нет. А, несвобода? Да, несвобода. Слушайте, ну, до тех пор, пока тебя не ведут в овраг расстреливать. Причем не важно, тебя расстреливают или ты расстреливаешь. Ведь несвобода приведет рано или поздно к тому, что ты встанешь либо по одну или по другую сторону расстрельной команды. И неизвестно, что хуже, честно говоря. Вот, соответственно, несвобода явно приведет к худшим последствиям. Пожалуйста, Вторая мировая война и вот Германия, вот к чему привела несвобода. Вот все кончилось концлагерями. Соответственно, свобода все равно для человека важнейший элемент. И меня и беспокоит, что сегодняшнее развитие цивилизации ведет постепенно к нарушению свободы человека. От того, что мы сейчас не можем войти никуда, если у нас температура не соответствует и вообще нас заперли во всех странах. До того, что ты не можешь высказать свою точку зрения. Ты можешь попасть под агрессию особо толерантных людей. Но, соответственно, мы, к сожалению, идем к ограничениям свободы. Я про прайваси вообще молчу, что мы все сдали свои пароли, отпечатки пальцев и все остальное в телефон. Все всегда знают, где мы. Так что такая пограничная ситуация. Не знаю, куда мы придем. Ну, кстати, вы упомянули о том одиночную камеру. Вот Солженинсон в круге первом, он ведь описывает как раз абсолютную свободу, когда перед Абакумовым сидел один из его героев и говорил, «У меня все, мне нечего терять, и, соответственно, я абсолютно свободный человек в абсолютно несвободной системе». Вот это такая радикальная форма, но это уже, наверное, все-таки сложнее. Вот может ли свобода не быть абсолютной, или она должна всегда быть абсолютной, если так философски? Абсолютно свобода не бывает ни у кого. Мы все находимся в зависимости от наших близких, мы все в зависимости от нашего здоровья, мы все в зависимости от наших долгов, обязательств, от стран, в которых мы живем. Конечно, не бывает абсолютно свободы, если только ты один на Марс не отправился, тогда ты сидишь там. Во всех случаях, в основном, это компромисс. Всегда. Ну вот еще одно размышление Людмилы Улицкой, с которой мы также общались, она феномен шестидесятников так определила, что это первое советское поколение, которое поняло, насколько оно несвободно, и вот это стало для них таким откровением. Понимание несвободы делает человека свободнее, как вы считаете? Оно меняет несколько целеполагания. Некоторым людям лучше вообще не понимать, что они несвободны. Но делать ли его более свободным, не думаю. Есть ли у вас ощущение несвободы, может быть, от каких-то потребительских ожиданий в современном мире, от необходимости следовать каким-то мейнстримам сейчас? Нет. Нет. То есть вы абсолютно чувствуете себя сегодня свободным человеком, можно так сказать? Нет. Вы же спросили меня, есть ли у меня ощущение несвободы от потребительских ожиданий. От потребительских ожиданий у меня несвободы нет. Ну а в чем чувствуете свою несвободу сегодня, как писатель, может быть, или как человек, как гражданин, если вы готовы ответить? Ух ты, миллион вопросов. От передвижения до оплата налогов, соблюдение уголовного кодекса и так далее. Но любой человек... Может, мне хотелось ходить по улицам и из огнемета там всех жить. Ну, может, я психопат. А уголовный кодекс мне это запрещает. Я этого не делаю. Любой человек, на самом деле, если ему дать полную свободу, он может превратиться в абсолютно чудовище. Соответственно, но в целом, я сейчас, конечно, ощущаю свободнее, чем в той стране, в которой я родился, или свободнее, чем я бы ощущался, я не знаю, в Штатах, наверное. Но страх смерти, он для человека, потому что очень много приходится, опять же, разговаривать с людьми, и кто-то пытается найти в этом смысл, что смерть делает, придает смысл жизни. Вот вы согласны, кстати, с этим определением, что смерть делает более осмысленной жизнь? Или это просто попытка такой психологической защиты, потому что это неизбежно, и нужно как-то это объяснить? Ну, наверное, сам факт смерти меняет жизнь, потому что иначе мы бы не пытались все успеть, а потом тогда диктаторы были бы бессмертны, это не очень хорошо, а так смертные все... Да ладно, смертные, мы спим каждые 24 часа, мы выключаемся, мы очень простая и управляемая система. Те, кто нас создали, продумали все, чтобы больше чем 3-4 дня мы все равно живые не бываем. Нас выключают. В это время на самом деле можно сделать все, что угодно. Соответственно, я смерть рассматриваю исключительно как следующий этап, посмотрим, что будет дальше, интересно даже. Ну, смерть... Для этого пришлось неделю прожить с индейскими шаманами в Перу, немножко поменять свою точку зрения на смерть. А что изменилось, кстати? Чему они вас научили? Ну, практически изменилось все. Ну, это не совсем эфирный разговор, но ты меняешь свой взгляд на мироустройство. Ну, вот мы сегодня цитируем нередко классиков, и тот же Солженицын, кстати, там цитирует... Только их цитирует, а сегодня программа угадает цитату. Да, ну, помните, вот в Круге Первом как раз Володин, когда его засекли, это тот самый дипломат, когда его уже должны были арестовать, он начинает размышлять, что со мной будет, и он тогда вспоминает Эпикура, который говорит, что смерть – это не про нас, потому что когда она есть, нас нет, а когда мы есть, ее нет. Соответственно, смерть – это то, что нас не касается напрямую. Это, понятно, очень такой философский вопрос, но, тем не менее, вот шаманы научили не этому или что-то другое? Не-не-не-не, ты просто видишь, что мир не однозначен, их очень много, и все не закончится, когда местные часы перестанут идти. Вот, дальше будет что-то. То есть, поэтому вам не страшно сейчас? Страшно всем, ты же не знаешь, что там будет. Конечно, страшно всем. Честно говоря, очень многим не хотелось, чтобы дальше что-то еще было, если отвечать за все придется. А тебе все всплывет. И ты такой, епс, как же так? Вы же не объяснили, что хорошо, что плохо. У нас же очень такая система-то, достаточно гнусная. Нам не объясняют, что такое хорошо, что такое плохо, а потом спрашивают по результатам тех правил, которые не мы установили. Поэтому адвокатов, скорее всего, не предусмотрено. Значит, ты будешь говорить, слушайте, ну я же не знал, что это плохо. Говорят, а вот надо было читать эту книжку. Минуточку. Книжку написал такой же человек, как и я. Почему я должен был поверить? И дальше начинается... И потом тебя обратно вернули крысой. И ты такой, черт, не хотелось крысой. Вы считаете, что можно это объяснить? Маяковский же в свое время пытался это объяснить. Что такое хорошо, а что такое плохо. Разве этого не доступно? Помните в Кейпекс фильме главный герой говорит, любое существо живое во всей вселенной знает, что такое хорошо, что такое плохо. Нельзя объяснить, потому что зависит от ситуации. Убивать хорошо или плохо? Это интересный вопрос, потому что с Всеволодом Чаплином. Вот и все. Воровать хорошо или плохо? Сразу же, да. Очень много сразу вам предупримеров, когда и убивать, и воровать. Лучше, чем этого не делать. То есть цель оправдывает средства? Нет, не цель оправдывает средства. Если вы на войне, то какой вопрос? Будете вы или не будете убивать? А потом, будете ли вас ждать человек, у которого ребенок лейкоз, а он украл где-то деньги? Я не буду. Тут вопрос защиты, наверное, а не убийство ради убийства? Если говорить об войне. Вы идете по улице, да? Не, что убийство ради убийства. Хорошо. Я вам говорю, миллион таких ситуаций поставлю, в которых вы не знаете, не будете знать, как ответить. Мне кажется, опять же, это все-таки такое не для радиоэфира. Поэтому, что такое хорошо, что такое плохо, однозначно никто не может сказать, но внутри какой-то должен быть кодекс, мне кажется. Мы все-таки, у нас совесть имеется, но иногда она прогибается от изменчивого мира. Нам там потом все объяснят. Но религия, вот она все-таки пытается ответить на эти вопросы? Все эти религиозные течения многочисленные? Ну, иногда пытается, а потом начинаются религиозные войны или костры инквизиции. И на этом, к сожалению, религия как-то заканчивает свою положительную роль. Поэтому спорный вопрос. Или религии церковь? Ну, конечно, пытается. Но иногда это такими средствами, которые приводят к еще более тяжелым последствиям. Вам приходится идти на компромиссы сегодня и свой кодекс, о котором вы говорили, каким-то образом нарушать? Ну, кстати, достаточно редко. У меня настолько низкие морально-нравственные нормы, чтобы их нарушить, нужно, знаете, как упасть. Но это ведь тоже элемент защиты. Низкие морально-нравственные нормы. Ну, когда вы об этом говорите, соответственно, это выбранная некая стратегия тогда, получается, в вашей жизни? Да. Смотрите, я когда родился, в два года выбирал стратегию. И у меня была стратегия выбрать морально-нравственные нормы низкие обязательно. Бабушка говорит, слушай, выбери высокие, а выбрал низкие. Это шутка была. Да, ну, тем не менее, низкие морально-нравственные нормы. Поэтому компромисс, ну, кстати, не так часто, к счастью. Ну, когда в последний раз вам приходилось идти на компромисс? Вот, ну, в эфир пошел. Знаете, какой компромисс был? В чем же компромисс? Вместо того, чтобы сидеть на берегу моря с женой, пошел в прямой эфир. Вот. Обещал ей, что я не буду выходить в прямые эфиры. Нарушил свою морально-нравственную норму. И обещал, мы будем вместе неделю на море, и ты не будешь работать. Ни хрена. Ну, у вас там шторм сегодня, вы сказали. Да, шторм был, он закончился, прекрасная погода, Индийский океан, все замечательно. А я тут, понимаете ли, в эфире. И вот это компромисс какой. Ну, что ж, кстати, будем вас отпускать, потому что время нашего эфира подошло к концу. Спасибо вам большое, что пошли на этот компромисс и вышли в прямой эфир. Спасибо вам за этот разговор. Да, спасибо за интересные вопросы. Да, все, добро. Да, писатель Александр Цыпкин был с нами на прямой связи. Всего вам доброго. До свидания. До свидания.